Книги на арабском языке предположительно 19 века обнаружили на могиле в селе Тасуткель Актюбинской области. Местный имам считает находку ценной, ведь книги содержат толкование Хурана, нормы шариата и мусульманскую доктрину о правилах поведения. Эльмира Ержанова с подробностями. Уроженец села Тасуткель Серик Абдежами книги с захоронения взял два дня назад. На могиле нашли пять книг на арабском языке без обложки. Они были завернуты в газету 1963 года. Правда, имамы уверены, что книги намного старее и датируются как минимум серединой 19 века. В них толкование Хурана, нормы шариата и мусульманская доктрина о правилах поведения. Самое важное, что хочу отметить, то, что это труды нашего ханафистского масхаба. Это о чем говорит? Подтверждает еще раз, что наши предки не вчера стали мусульманами. Книги, конечно, очень ценные. Это могут быть труды, которые пришли к нам из Татарстана, либо Узбекистана. Как выяснилось, первым книги нашел местный чабан еще летом прошлого года. Сам взять их побоялся, так же, как и другие сельчане. Недавно о находке рассказали уроженцу села Серику Абдежами. Он организовал чтение молитвы над захоронением и привез их в Ак-Тубе. И теперь надеется, что в его родном селе начнется исследовательская работа. «Косым пас баранов. Увидел, что на могиле что-то засверкало. Подошел ближе и увидел книги. Брать не стал. После того, как мне стало известно об этом, я пошел на место захоронения. Начал снимать увиденное на видео. Но записи почему-то не сохранились». Предполагается, что книги принадлежали религиозному просветителю. В советское время это осуждалось, и он решил их так спрятать. «Эпоха атеизма. Понимаете, люди боялись держать такие книги дома. Даже есть такие интересные моменты. У нас есть книги, переплет у которых история КПСС, история социализма». Книги, найденные в Ак-Тубинских степях в 200 километрах от областного центра, планируют передать для реставрации в центр редкой книги и рукописи Нурсултана, а потом выставить их в местном музее. Эльмира Ержанова, Азамат Кубигенов, Информбюро, Октябрьская область.